Александра Гарможаев с нами на связи, глава фонда «Свободная Бурятия». Здравствуйте, Александра. Рада вас приветствовать. Здравствуйте, Александра. Доброго вечера. Вы, кстати, не упомянули, что я иностранный агент в квадрате, потому что я в индивидуальном порядке иностранный агент. И наш фонд «Свободная Бурятия» в марте 2023 был также объявлен иностранным агентом. Александра, ну а как оно вам быть иностранным агентом? И как это вы на себе чувствуете, на себе и на своей работе в информировании людей, которых может коснуться горе? Ну, учитывая, что с 1 сентября 2023 года мы еще и нежелательная организация, то есть получается так, что иностранный агент в квадрате, плюс нежелательный, плюс в розыске за фейки. Нормально я себя чувствую, когда ты уверен в собственной правоте и знаешь то, что ты делаешь правильно, а мы выступаем против войны, мы выступаем против агрессора, мы говорим о том, что это война колониальная, имперская, и в деноцификации нуждается непосредственно сама Российская Федерация. Поэтому я себя чувствую прекрасно. Мне кажется, я бы себя ужасно чувствовала, если бы пыталась говорить, что все неоднозначно, или нас там нет, или своих не бросаем и прочий бред, который свойственен Владимиру Путину. Александра, а почему, по вашему мнению, так боятся какой-то альтернативной информации, которая никак не соприкасается с кремлевской пропагандой, с вертикалью Путина? Потому что власть слабая. Вы понимаете, что Владимир Путин никогда не участвовал ни в каких дебатах. И сколько бы он ни изображал из себя мачо, он никогда никому не докажет, что он действительно сильный лидер. Сильные лидеры не борются со стариками, не борются с детьми. У нас недавно вынесли приговоры в Бурятии 61-летней пенсионерке Наталье Филмонова. Ее приговорили почти к трем годам заключения, якобы за то, что она атаковала шариковой ручкой полицейских после антивоенного митинга. О чем можно говорить? В каком состоянии находится правоохранительная система Российской Федерации, если четыре полицейских не могут справиться с 61-летней пенсионеркой? Поэтому то, что происходит с фондом «Свободная Бурятия», откровенно, опять же говоря, я этим горжусь. Потому что Кремль очень хотел, очень хотел, чтобы буряты стали лицами этой войны. Вы прекрасно помните, как они активно продвигали нарратив о боевых бурятах Путина, о многонациональном народе России, которые борются с нацистами в Украине. Сегодня же, по факту, учитывая, что мы получили статус нежелательной организации, что мы дважды иностранные агенты, учитывая, опять же, уголовное дело о фейках, это все свидетельствует о том, что фонд «Свободная Бурятия» и буряты стали лицами, нравится это или нет, Владимиру Путину и Кремлю лицами антивоенного этнического сопротивления. И я этим горжусь. Я считаю, что это справедливо, потому что, да, к сожалению, есть буряты, которые участвуют в этой войне в составе российской армии. Но и немало тех бурят, которые выступают категорически против этой войны и считают, что Украина защищает свое право быть украинцами, свою незалежность, свой язык и свою культуру. И это правильно, потому что это то, что не смогли отстоять коренные народы, которые сегодня находятся в составе Российской Федерации. Рост этого сопротивления и несогласия, он сейчас наблюдается. И вообще, какие факторы влияют на рост сопротивления? То есть это когда конкретно кого-то забирают воевать попросту, когда приходят похоронки или, наоборот, когда известно, что родственник погиб, а похоронка не приходит, к примеру. Когда появляется понимание, какая-то статистика, откуда, сколько забирают на войну. Вот какие факторы влияют на это сопротивление? Вы знаете, Генеральная прокуратура 1 сентября, когда она нас объявила о нежелательной организации, она нам поставила вину распространению просветительских материалов, помощь контрактникам в расторжении контрактов с Министерством обороны и также участие в составлении санкционных списков. К чему я об этом говорю? А к тому, что вот когда я изучаю, например, почему так сложилось, что в России нет политической культуры, и мы пришли к тому, что сегодня имеем, когда де-факто диктатор захватил страну и с ним ничего не могут сделать, я понимаю, что это все идет от того, что в школах изначально это не преподавалось. Людям не преподавалась реальная история, людям не рассказывалось о репрессиях, людям не рассказывалось о том, что действительно в истории Российской Федерации, Российской империи, Советского Союза масса ошибок, и над ними нужно работать. То есть нет такого понимания, как выученные уроки истории. И поэтому, как мне кажется, из того, что я наблюдала, те жители Бурятии, которые последовали за нами, которые продолжают нас поддерживать, у многих из них открылись глаза именно когда ты стал им говорить, окей, вы говорите о том, что все неоднозначно, и Украину надо деноцифицировать, хотя какое вам дело вообще до другого суверенного государства, но почему ты сам не знаешь бурятского языка? Или почему ты сам так плохо знаешь свою культуру? Наверное, здесь было что-то не так. И тогда люди стали задумываться, поэтому, конечно, я не удивлена, что прокуратура обратила на это внимание, потому что для Кремля, для Владимира Путина критически опасны те люди, которые знают свои права, знают свою историю, знают свой язык. И то есть мы видим сегодня, кого боится Кремль, Кремль боится украинцев, которые отстаивают свое право на свой язык, свою историю и свое право быть украинцем, опять же повторюсь. Моя точка зрения такая же, как я озвучила до, потому что это война против Украины имперская. В рамках имперской войны используют национальные кадры, потому что их не жалко. И, в общем-то, для чего они нужны империи? Для того, чтобы погибнуть во имя империи. В этом смысле Владимир Путин ничего нового не придумал. Он мыслит как типичный имперец и как типичный ксенофоб. И мы изначально говорили о том, что это война как имперская, так и ксенофобская. В этом смысле Путин абсолютно предан своей нацистской ксенофобской идее. И, кстати, вот вы еще вначале говорили о том, что скрытая мобилизация не прекращалась, по крайней мере, в регионах. Но это так. Мы сегодня, например, видим некрологи. Геройский погиб на территории Украины. Это прямо в официальных пабликах публикуют. И там же видно, когда человек был мобилизован. Например, Алексей Олег Циденов мобилизован был 22 марта 2023 года. В начале августа 2023 года он погиб и 17 августа его похоронили. И вот таких некрологов достаточно много. Поэтому, в принципе, то, насколько они бездарно даже лгут, но это опять же показывает состояние действующего режима. И вот, знаете, мы периодически еще вот в начале, вероятно, полномасштабного вторжения как-то чаще говорили об этом, о том, что Россия может в будущем, возможно, мы не можем предсказать, в каком будущем вообще случится ли это, но, тем не менее, что есть такая вероятность, что Россия уже не будет в том виде, в котором она сейчас представлена, а именно коренные народы, вероятно, осознают, что частью России иметь какую-то принадлежность к Москве, скажем так, потому что Москва именно так и считает все территории, что якобы они должны исполнять просто какие-то амбиции императора. Так вот, что коренные народы, вероятно, некоторые захотели бы отделиться, когда Украина одержит победу над Россией. Как вы считаете, насколько это для Бурятии действительно какой-то реальный сценарий? И вообще говорят ли об этом? Я не уверена, что это вероятен сценарий для Бурятии, потому что в Бурятии 30% только этнические буряты на территории непосредственно республики, и буряты являются единственным народом, который был разделен на три региона. То есть буряты исторически проживают как в Иркутской области, в республике Бурятия и в Забарькальском крае, и везде они являются меньшинством. Ну, просто даже с точки зрения статистики это маловероятно. Но то, что сегодня обсуждается, что отношения центра и республики Бурятия, они неадекватны. И, например, наш фонд выступает за федерализацию, потому что Российская Федерация официально называется Федерацией, но чего общая с Федерацией она не имеет. Почему? Я опять же проговорю, потому что иногда у некоторых складывается такое впечатление, что мы всеми силами пытаемся удержать империю и федерацию. Нет, мы говорим о том, что те люди, которые сегодня предлагают силовым способом, скажем так, развалить Россию, как они формулируют, они не могут описать технически, как это будет выглядеть и сколько будет жертв. Мы же выступаем за то, чтобы пришла федерализация. А с федерализацией обязательным явлением является демократизация. И уже после, соответственно, федерализации и демократизации, естественно, народы России имеют право на самоопределение. И наша задача, как правозащитные группы, обеспечить условия для того, чтобы жители Бурятии могли сделать свой свободный выбор. Хотят они остаться в составе Российской Федерации, или же они хотят жить независимо. В этом смысле мы выполняем сугубо правозащитную функцию и считаем, что жители Бурятии сами должны определять свое будущее. Кстати, хотела отметить, что вы сейчас сказали о том, что из моих уст прозвучали добрые слова в адрес украинцев. Я, на самом деле, всегда об этом говорю на всех конференциях, во всех эфирах. И всегда буду говорить об этом. Потому что украинцы де-факто, и это нисколько не попытки понравиться. Это правда. Украинцы сделали для деколонизации Российской Федерации гораздо больше, чем все коренные народы вместе взятые. И поэтому я думаю, что сейчас вы сами недооцениваете свою роль. Но это действительно так. И то, сколько именно Украина предоставляла и эфирного времени, и всячески поддерживала деколониальные движения, коренные народы России не делал никто. Поэтому мы вам в этом смысле абсолютно точно на миллиард процентов благодарны. Александра, в свою очередь, вот Каролина уже частично спрашивала об этом. Можно ли узнать четко и понять стратегически, насколько вот народы, в свою очередь коренные народы, готовы сопротивляться вот этому режиму Путина на местах непосредственно? На местах, к сожалению, сейчас уже ситуация сложная даже с точки зрения, скажем, наших информаторов. То есть сначала полномасштабное вторжение в Украину. У нас было достаточно много источников информации. И, собственно, поэтому мы всегда узнавали. И до сих пор по-прежнему узнаем о том, что происходит непосредственно в Республике Бурятия первыми. Но, к сожалению, этих людей становится все больше, все меньше и меньше, поскольку они вынуждены покидать территорию Российской Федерации и Республику Бурятия. Я просто хотела бы еще обратить внимание на, например, свое уголовное дело о фейках. Да, речь идет про 17 военнослужащих, но это же не только про эти 17 военнослужащих. То есть де-факто власти Российской Федерации пытаются утверждать посредством этого судебного заседания, что никаких военнослужащих, желавших расторгнуть контракты с Министерством обороны в 2022 году не было. Хотя де-факто можно утверждать, что Владимир Путин был вынужден объявить мобилизацию 21 сентября 2022 года именно из-за нехватки ресурсов. И, в общем-то, к этому привело то, что правозащитники и журналисты обратили внимание на то, что желающих расторгнуть контракты много, и им просто не дают этого сделать. И после возникавших скандалов власти вынуждены были отпустить этих контрактников, но тут оказалась нехватка опять же ресурсов, и им пришлось объявлять мобилизацию. Я думаю, что уголовное дело против меня в этом смысле – это месть, в том числе за то, что им пришлось объявлять так называемую частичную мобилизацию в сентябре 2022 года. Александра, вы вот сказали, меня это правда очень трогает, когда я слышу от гостей то, что вы произнесли по поводу того, что Украина предприняла для деколонизации, сколько Украины сделала и так далее. А как вы считаете, вот все-таки я понимаю, что это сейчас выглядит как гадание на кофейной гуще, но так или иначе вы анализируете события, которые происходят, изменения, которые происходят, и можете дать свою оценку и, возможно, даже прогноз. После победы Украины в этой войне, которую Россия развязала, как вы считаете, что будет являться основным, в частности, для коренных народов, для того, чтобы не забылся этот опыт и для того, чтобы вся эта работа, которую вы озвучивали, в том числе со стороны Украины, она не осталась просто в прошлом и просто, знаете ли, из уст в уста передавали вот эти вот истории, которые, вероятно, будут обрастать еще большими невероятными фактами. Ведь важно не просто это пережить и достойно выйти из этого, а сохранить этот опыт для того, чтобы его в дальнейшем не допустить. Вот что будет главным фактором, который вот будет действительно, ну, как щелчок по носу, если что-то подобное будет только созревать в России? Мы по этому вопросу много недавно беседовали как раз с депутатом Европарламента от Германии Сергеем Лагодинским, и я его спрашивала, какая идея у Германии сегодня. Мы обсуждали, что у каждого государства должна быть какая-то идея. Я его спрашивала, какая идея у Германии. И он мне сказал, что идея у Германии, что мы смогли из преступников стать демократией, и что есть понимание выученных уроков. То есть детям со школы, с детского сада преподают, объясняют, почему то, что сделала Германия во Второй мировой войне, это отвратительно и это плохо. И мне кажется, что нам вообще в целом предстоит большая работа всей Российской Федерации, то есть это не касается только коренных народов, начать изучать собственную историю и ужасаться ею. Потому что, конечно, это будет процесс крайне неприятный. К сожалению, люди привыкли гордиться и до сих пор, например, не понимают, почему чехи не любят россиян и что было такого в 68-м году. Не подумаешь, танки оказались в центре Праги. И мне кажется, что в этом смысле мы должны приложить все усилия. И вот опять же, я говорю, мы как фонд, несмотря на то, что нас за это ровно объявили нежелателем, мы будем продолжать делать все, чтобы образовывать людей, фактически хлистать их по щекам, чтобы они просыпались, чтобы осознавали, что если ты не знал, это не снимает с себя ответственность. Это значит, что ты не хотел знать. Поэтому, конечно, как бы не звучало это может быть долго, что это сложно, но мне кажется, единственный вариант это все-таки направление образовательное. И, конечно, у нас, как у молодежи, тем, предположим, 30 и чуть больше, чуть меньше, большие вопросы к нашим отцам демократии в Российской Федерации, которые в начале 90-х не открыли архивы, не провели полностью ревизию истории и предпочли это замести под ковер. Этого делать нельзя было, и это, я считаю, что катастрофическая ошибка, атака, которая привела к сегодня, к войне против Украины, совершенно отвратительной и агрессивной. И действительно, сегодня ситуация такова, что мало того, что ты постоянно испытываешь стыд, я не согласна с теми россиянами, которые говорят, ну, мне не стыдно, я боролся против войны. Нет, это абсолютно естественное состояние, тебе стыдно, и это нормально. Да, это деструктивное чувство, но все равно, если ты готов работать с этим стыдом и что-то делать дальше, то, опять же, это нормально испытывать чувство стыда. Но ситуация, в которой мы находимся, когда даже стыдно достать российский паспорт где-то в аэропорту, потому что ты уже по мимике видишь вокруг, как люди реагируют, а люди реагируют как гражданину страны-агрессора. И эту реакцию можно понять. Поэтому здесь нам остается только проработать эти травмы, заниматься собственным образованием и продолжать будить людей. Александра, благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Зрителям, я помню. Дякую вам. Дякую вам, что с нами на связи была глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гарможапова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!